МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ваша команда на прошлой Сорд-Олимпиаде в американском Солт-Лейк-Сити заняла первое место в медальном зачете. Всех Сорд-Олимпийцев жители окружной столицы встречали в русских народных традициях с песнями, танцами и национальными угощениями. Несмотря на небольшую усталость после перелета, спортсмены сохраняли позитивное расположение духа. Улыбались, фотографировались, охотно общались. Хочется отметить, что никто из спортсменов не отказал местным журналистам в комментарии на особом жестовом языке. Помощник тренера сборной России по хоккею Александр Ильшов с полной уверенностью рассчитывает на победу своих подопечных. Он уверен, что сборной России удастся завоевать главный трофей 18-й зимней Сорд-Олимпиады. Наша команда усиленно готовилась к соревнованиям. Настрой у нас очень боевой. Мы уверены, что займем первое место и не уступим другим сборным. Спортсменка из Сыктывкара, абсолютная чемпионка мира по лыжным гонкам. Среди глухих Раиса Головина прилетела в Ханты-Мансиск только за очередными победами. Чувствует себя уверенно, поддержка ей обеспечена. По телевизору за ней будут наблюдать и активно болеть все ее родственники. Настроение очень хорошее. Очень много тренировалась, готовилась. Поэтому рассчитывают только на победу. Ольга Ярославцева представляет национальную сборную в Керлинге. Спортсменка из Калининграда является чемпионкой и многократным призером летних Сорд-Олимпийских игр 2013 года. Там вместе с российской командой она завоевала две золотых, одну серебряную и одну бронзовую награду в летнем Керлинге или Шафлборде. Нынче на зимних Сорд-Олимпийских играх спортсменка готова также достойно представить свою команду и рассчитывает на самый высокий результат. Впервые зимние Сорд-Олимпийские игры прошли в Австралии в 1949 году. Тогда в них приняли участие всего 33 спортсмена из пяти стран. После этого состязания начали проводить каждые четыре года. И с каждым разом атлетов становилось все больше и больше. С 1995 года сборная России выходит в лидеры зимних Сорд-Олимпийских игр в общекомандном зачете. Последний раз престижные старты прошли в 2007 году в США в Солт-Лейк-Сити. Именно тогда наша команда завоевала наибольшее количество медалей и первое общекомандное место по лыжным гонкам среди 18 стран-участниц. В 2011 году очередные игры должны были пройти в Словакии, но были отменены. Организаторы потерпели сокрушительный провал в плане подготовки. По словам Оргкомитета, они так и не получили нужного финансирования и были вынуждены отменить состязание. И вот в этом году Сорд-Олимпиада проходит в Хантамансиске. Участие в стартах на Егорской земле примут более 340 спортсменов из 20 стран мира. Будет разыгран 31 комплект медалей. Примечательно, что это станет рекордом среди всех ранее проведенных зимних Сорд-Олимпийских игр. До этого больше всего участников было зафиксировано в 2007 году на играх в США. Тогда Сорд-Олимпиаду посетили 302 спортсмена из 23 стран. Традиционно спортсмены соревнуются в пяти видах спорта. Горные лыжи, сноуборд, лыжные гонки, хоккей и керлинг. Фаворитом этих игр считается сборная России. Пять с плюсом. Такую оценку поставил Международный комитет спорта глухих к подготовке сорд-олимпийских объектов. Никто в этом не сомневался, скажете вы. Но легко сказать, да трудно сделать. Если для хоккея и лыжных гонок ничего особого не требовалось, все, и так уже было готово, то площадку для керлинга и отдельных трасс в сноуборде строили впервые. Для этого организаторы прибегли к помощи профессионалов из Олимпийского Сочи. Арена Югра, где за золото поборются сборные России, Канады, США, Финляндии и Казахстана, на протяжении пяти лет принимает матчи континентальной хоккейной лиги. И этим уже все сказано. Уникальное сооружение вмещает пять с половиной тысяч человек. Откроют сорд-олимпийский турнир по хоккею сборные России и Казахстана. Всего в ста метрах от арены Югра пройдут состязания по керлингу. Этот вид спорта относительно молодой. Сорд-олимпийскую семью вошел в 2007 году. В Ханты-Мансийске и вовсе соревнования по керлингу пройдут впервые. За неделю до начала игры площадку готовили профессионалы из Олимпийского Сочи. Дело в том, что лед для керлинга довольно специфический и отличается от хоккейного. Он идеально гладкий, прозрачный и мягкий, из кристально чистой воды. Совсем скоро на деле его опробуют 17 сборных, 9 мужских и 8 женских. Что касается Центра зимних видов спорта имени Александра Филипенко, то его трассы также находятся в отличном состоянии. Ровно неделю назад в этом увиделись мировые звезды биатлона на финальном этапе Кубка мира. Теперь очередь пришла отцов до олимпийским лыжникам показать, на что они способны. Всего в лыжных состязаниях, которые включают скиатлон, спринт, масс-старт, эстафету и командный спринт, примут участие около 70 спортсменов. Уникальность всех объектов Ханты-Мансийска, она одна. Это шаговая доступность от мест размещения, от мест питания, удобная схема для зрителей, удобная схема подъезда, автостоянки, питания. Вот в чем уникальность. Потому что жители, они могут попасть с разных точек на объекты, а спортсменам и говорить нечего. То есть это очень удобно, жить и тренироваться непосредственно на объекте, рядом церемонии открытия, минимальные затраты на то, чтобы добраться из одного объекта сурдолимпийских игр на другой. Ну и последний вид программы, где в Ханты-Мансийске развернется борьба за сурдолимпийские медали – сноуборд. По зрелищности он не уступает ни одному вышеперечисленному виду спорта, а возможно, некоторые превосходят. К строительству трасс для слалома, борт-кроуса, слоук-стайла и хайп-пайпа приступили еще в январе этого года. Длина склона более 500 метров, перепад высот – 120. Для строительства трасс на горнолыжный комплекс Хвойн-Урман заготовили почти 180 тысяч кубов снега. Больше всего трудностей было при строительстве хайп-пайпа. Как и ферлинг, трассу самой зрелищной дисциплины в сноуборде возводили впервые, поэтому организаторы снова прибегли к помощи олимпийских строителей. В итоге все получилось на высшем уровне и в срок. Трасса очень хорошая. В связи с тем, что стоит легкий морозик, действительно жесткая трасса как раз на гигант, потому что еще сохранится такая трасса, как раз на соревнованиях резатому числу. Будет жестко. И как раз это преимущество скорости, да, спортсменам. За 8 дней здесь разыграют 10 комплектов наград сразу в 5 дисциплинах. Из-за того, что в нескольких точках пересекаются две трассы, было решено провести сначала соревнования по слоупстайлу, а потом только по сноубордкроссу. Трасса очень сложная. Оттого соревноваться будет интереснее. Напоминает горнолыжный склон в Австрии. В Хантамансийске я впервые очень долго ждали, когда в России сделают подобную трассу. 29 марта в борьбу вступят 13 стран. За сборную России выступят 8 мужчин и 7 женщин. Кстати, в слаламе участие примет юберчанка Мария Подоровская. Главными конкурентами же наших ребят традиционно будут лидеры мирового сноуборда команда США. О своих соперниках знаем немного. Но, судя по прошедшим соревнованиям, мы лучшие. Посмотрим, кто выиграет на этот раз. Не стоит забывать и о Магнитогорске, где пройдут состязания у горнолыжников. В туристическом комплексе «Металлург» спортсмены примут участие в скоростном спуске суперкомбинации с лалами и с лалами-гигантией. Всего за 9 дней будет разыгран 31 комплект наград. Накануне первого соревновательного дня в центре теннисного спорта состоялась церемония открытия состязаний. Именно на ней был зажжен сурдо-олимпийский огонь. Главный символ этих престижных стартов. Церемония открытия состязаний началась с театрализованного представления. После на сцену поднялся министр спорта России Виталий Мутко. Он прочитал приветственное письмо от президента России Владимира Путина и пожелал спортсменам удачи и побед. Президент Международного капитета спорта «Глухих» Валерий Рухлядев также пожелал победить сильнейшим. И кроме этого выразил признательность правительству страны и Югры за отличную организацию международных состязаний. С приветственным словом выступила временно исполняющая обязанности губернатора округа Наталья Комарова. Мы полюбили вас еще до встречи с вами. Приезжайте к нам, когда у вас будет время, когда вы по нам соскучитесь. Добро пожаловать в Югру. Затем на сцене появились артисты в национальных костюмах, которые зарегли лампаду сурдолимпийского огня и передали ее первому факелоносцу. После чего семикратная чемпионка сурдолимпийских игр по лыжным гонкам Анна Федулова дала сурдолимпийскую клятву. В конце представления спортсменов и гостей окружного центра порадовали творческие коллективы со всех уголков России. Артисты театра мимики и жестов, коллектив детей и молодежи с нарушением слуха «Ангелы надежды» и хор детского домотворчества «Хантамансийска». Финал церемонии открытия состязаний зажжения чаши сурдолимпийского огня. Прошло это на центральной площади «Хантамансийска». Что ж, впереди нас ждут 8 дней увлекательной и бескомпромиссной борьбы. Ну а на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Уже завтра в окружном центре начнется первый соревновательный день. А кроме того, мы поближе познакомим вас с одним из спортсменов. Редактор субтитров А.Семкин